12 апреля 1961 года Юрий Гагарин первым поднялся на околоземную орбиту. Так началась космическая эра. Сейчас на орбите работает 51-я экспедиция Международной космической станции. За полвека в космосе побывало 552 человека. Полет за пределы земной атмосферы — не просто огромное достижение для человечества. Это серьезное испытание для нашего хрупкого организма. И подвиг для каждого космонавта. Джейкоб Эдвин Гарн много лет работал летчиком-испытателем. Однако в космосе ему стало так плохо, что для измерения самочувствия космонавтов теперь неофициально используют единицу один Гарн. Тяжело всем. Из-за отсутствия давления кровь приливает к верхней части тела. В условиях микрогравитации стремительно уменьшается мышечная масса. Кости теряют кальций, слабеет иммунитет, начинается космическая болезнь. Передвижение в невесомости — сложнейшее искусство. Кстати, поэтому у всех космонавтов тренированные пальцы ног. Ими приходится держаться, когда руки должны оставаться свободными. И все-таки полвека назад даже три дня на орбите были смертельно опасны для человека. А сейчас космонавты работают в модулях МКС по многу месяцев. И даже иногда снаружи. Кстати, жизнь может существовать и в открытом космосе. Это кажется невероятным, но на обшивке МКС обитает планктон. Люди — отважные существа. И продолжают исследовать мир вокруг них. Мы уже побывали на Луне. Обязательно долетим до Марса и двинемся дальше. Пока добраться до границ Солнечной системы удалось только беспилотным аппаратам. Но рано или поздно мы найдем способ передвигаться между звездами. Чтобы своими глазами увидеть, так ли похожа на Землю экзопланета, найденная в системе Проксима Центавра. Потому что такова природа человека. Никогда не сдаваться и всегда стремиться к невозможному. Больше новых открытий. С Днем космонавтики!